Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, опять сепсис. Очень сложно, наверное, после Владимира Митальевича что-то рассказывать, поэтому я поставил грустный смайлик. Вы знаете, посмотрел сейчас программу, в текущем съезде 26 докладов, так или иначе, посвященных вопросу сепсиса. И тем не менее, мне кажется, мы находимся в той нулевой точке, в которой мы находимся. Все больше того, исследование последних пяти лет подвергает вообще сомнению возможности доказательной медицины у пациентов сепсисом. Мы говорили про ту самую гетерогенную популяцию, наверное, чтобы составить гомогенную группу больных и получить какой-то реальный результат. На один протокол, на одно исследование нам нужно прогноз на около 12 лет, работая в рамках многоцентровых исследований. Да, никаких конфликтов интересов, безусловно, никакая лекция, во всяком случае моя или выступление, невозможна без этой фотографии, без моего учителя, который, наверное, один из первых реализовал то, о чем писала профессора, про мультидисциплинарность в сепсисе. Нравится, не нравится, этот факт мы все признаем. Критерии. Мы очень много говорим про критерии, и реально, мне кажется, ничего не изменилось. Все эти новые дефиниции, мы сейчас будем говорить про СИРС, про проблемы с синдромом системно-воспалительного ответа. Мы прекрасно с вами понимаем, что с чем бы пациент не поступил в отделение реанимации интенсивной терапии, тяжелая кардиохирургия, о которой говорили, ожоги, пациент с хроническим состоянием, критическое состояние, которое этот СИРС переживает 6, 10, 12 раз. Тем не менее, мы все равно понимаем про низкую специфичность и высокую чувствительность. И, наверное, это нас не устраивает больше, а не то, что есть там признание профессора Щеголева или нет признания Проценко. Обратите внимание, что у нас есть поправки на тот опыт, который мы накопили с вами за два года. Из положительных моментов мы поставили жирную точку в общении с нашими патологоанатомами, которые много лет заявляли, что вирусного сепсиса нет. Пандемия сказала, нет, ребята, есть, и цитокиновый шторм, и тот сепсис, который мы видим, вирусного генеза. Поэтому нужно делать поправки, в том числе нужно делать некие поправки на те вмешательства, которые происходят с пациентом, в частности, использование глюкокортикостероидов, например, на дореанимационном этапе. И как нам трактовать этот лейкоцитоз? Это что, проявление сепсиса, либо это проявление системного лекарственного взаимодействия? Больше того, ряд популяций не ковидные, пациенты с ревматоидным артритом, которым используют биологически активную терапию. Пациенты с гематологической, с нейтропенией. Как к ним относиться в рамках дефиниции, если говорить о влиянии лекарственной терапии на те или иные показатели? Реально есть клинические проблемы. Я не буду сегодня говорить о геноме, еще о чем-то. Я буду говорить о большой-большой пути, который мы проделали в плане клинических аспектов. Но давайте честно, когда мы жили в старых критериях, мы никогда не использовали понятие тяжелый сепсис. Мы говорили, пациент сепсисом, подразумевая под собой тяжелый, раз он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, либо говорили о септическом шоке. Поэтому дефиниция – это то, что мы так любим. Поэтому представляю то, о чем мы договорились в Санкт-Петербурге на сепсис-форуме месяц назад. И мы сейчас готовим проект клинических рекомендаций «Фарсептический шок». Вот так мы видим эту дефиницию. Мы вроде в Питере договорились, что мы клинические рекомендации сепсис и септический шок в идеале сошьем между собой, несмотря на какие-то организационные проблемы. И все-таки дадим инструмент. Только задам вам вопрос, коллеги, кому мы дадим инструмент с клиническими рекомендациями? Нам или Следственному комитету? Кому мы дадим тот самый бандал, о котором мы говорили? На 79-й минуте мы определили прокальцитонин или на 60-й? Наверное, во многом я оправдываюсь сейчас перед вами, говоря, почему мы затянули подготовку этих клинических рекомендаций. Потому что подготовка их была для нас ответственностью не только перед вами, не только перед пациентом, но и ответственностью перед контролирующими органами, если вы понимаете, о чем я говорю. Септический шок. Еще одна дефиниция, которую мы обсудили и к которой мы пришли в рамках подготовки проекта клинических рекомендаций. Септический шок. Не буду зачитывать, вы это все видите на слайде. Какая польза от этих дефиниций? Какая польза от того нового подхода, к которому мы идем? Более точное отражение патологического процесса. Да, бла-бла-бла, слова все понятно. Междисциплинарное понимание с позиции патфизиологии. Согласен. Но, честно говоря, последний год меня наша мультидисциплинарность очень-очень смущает в плане инфекционного контроля. Нужны ли эти мультидисциплинарные обходы в отделении реанимации интенсивной терапии? Как вы считаете? Ну, придет кафедра, придет пара замах, никто, конечно, не переоденется, как в операционную новую форму. Все пощупают живот, кто-то обработает руки, в идеале все, кто-то нет. А дальше пойдут в свои отделения, разносить инфекцию. Каким путем мы идем? Есть проблемы, есть попытка выхода. Конечно, это цифровая история, цифровая реанимация, это медицинские информационные системы, это то, что нам удалось реализовать, и об этом где-то докладывал VR-очки, да, или шлем реаниматолога, когда можно с минимальной инфекционной безопасностью увидеть больного, увидеть монитор, не находясь при этом в палате. В любом варианте, в варианте зума, в варианте собрались в зале консилиума, и доктор удаленно доложил. Вот о чем, мне кажется, мы должны думать, говоря о практических аспектах принятия тяжелого решения у больного септическим шоком. Но в том числе и с принятием решения, где лечить, потому что раньше, когда в старых дефинициях мы говорили сепсис, это мог быть пациент без органной дисфункции, но сепсис уже была той красной тряпкой, которая говорила, не-не-не, давайте больного в отделении реанимации, интенсивная терапия. Мне видится, что новые дефиниции и отказ от понятия септический шок, ой, тяжелый сепсис, это во многом и решение организационное, когда нет дискуссий вот этих ненужных. Где же находиться пациенту? Быстрое выявление, очень важный вопрос, все очень много говорили, там сейчас будет, наверное, слайд по квикс-оффу обязательно, но о том, о чем мы совсем с вами не говорим и не рассуждаем, что квикс-офф это не инструмент врачебный, вы это понимаете? Что квикс-офф это инструмент медицинской сестры, которая находится при обходе в отделении, оценивает эти простые триггеры, почему они нам-то кажутся такими простыми? Ну потому что это действительно шкала раннего реагирования, которую с определенной кратностью должна оценивать медицинская сестра. Поработав в этой парадигме в ковиде, мы от квикс-оффа, если честно скажем, отказались. Мы перешли полностью на шкалу Ньюс-2, которая не намного тяжелее, но чуть расширеннее. Ну и что самое главное, в отличие от экспресс-оффа, у шкалы Ньюс-2 есть понимание очередности, как часто смотреть больного, в зависимости от количества баллов. Четыре и меньше больного можно наблюдать раз в шесть часов медицинской сестре. А если больше от четырех до шести, то она должна его смотреть уже ежечасно. В этом вся идеология быстрого реагирования. В этом вся идеология этих шкал. Не диагностика, а прогноз и понимание чашечного состояния с соответственным скриптом. Что должна сделать медицинская сестра? При каких баллах по Ньюс у нее в скрипте прописано «пригласи дежурного доктора», а при определенной ситуации у нас она может это сделать, минуя его, приглася реаниматолога, потому что мы видим 8 баллов угрожаемое состояние. Вот зачем нужны эти шкалы, а не для диагностики. Еще раз обратите внимание, преддикторы смерти в большей степени, нежели диагноз сепсис. Оценка тяжести поля органа недостаточна. Несмотря на то, что в Москве это регламентировано внутренними приказами Департамента здравоохранения, мы сейчас в кулуарах с Алексеем Валерьяновичем делились, сделали из Московской медицинско-информационной системы срез. А как часто у реанимационных больных в Москве определяется СОФА по законченным случаям? 60%. Возможно техническая ошибка, возможно, что доктора там не в том поле, которое мы анализировали, в специальном относились, но тем не менее комплайнс очень невысокий, несмотря на то, что мы везде говорим СОФА, СОФА, СОФА. Но сделали мы очередной опрос в Телеграм-канале. Переход на критерий сепсис 3. Прошло уже у нас 5 лет, посмотрите. 50-50, то, о чем говорил Алексей Валерьянович. Каждый работает так, как кому удобно. С эпидемиологией понятно, действительно, для пациентов больше 72 часов, находящихся в арит, это проблема. Эргиня, наверное, такое одно из самых мощных исследований, несмотря на то, что ему 8 лет. Но это исследование, которое действительно открывает правду на проблемы распространенности назокомиальных инфекций и сепсиса у пациентов, находящихся в стационарном лечении. И что это приличная цифра, не по реанимациям, а в целом по стационаре. Что 7,6 продгоспитализированных пациентов у нас переносят госпитальную инфекцию тяжелую. И это ведет к шестикратному росту летальности. Это увеличивает средний койко-день. Не пугайтесь большим цифрам, потому что было много неврологических больных, было неврологических реанимаций, много включено в исследование. Поэтому такой нехарактерный, достаточно большой средний койко-день получился в этом исследовании. По диагностике, биомаркеры мы много говорили. Что меня пугает с биомаркером, и мы вчера на нашем круглом столе обсуждали, что мы пытаемся заменить клиническое мышление какими-то историями цифр у пациентов. Мы прекрасно понимаем, что есть ряд пациентов, те же пациенты с септическим шоком, с тяжелым нарушением перфузии. Когда в определенных ситуациях этим биомаркером просто невозможна экспрессия у них. И мы видим пациентов с септическим шоком, с лейкоцитами 28, с лихорадкой 39 и с нулевыми показателями PCT в качестве примера. Поэтому мы все-таки должны трезво относиться ко всему, к чему мы двигаемся, и задавать себе вопрос, а что такое биомаркер? И для чего он может использован? Для диагностики? Маловероятно. Для подтверждения, да, но точно не для диагностики. Скорее, это инструмент ДИФ-диагноза, очень важная история. Мониторинга и в определенной степени определение прогноза. К сожалению, мы пока таких шкал маркеров для сепсиса идеальных, которые могли бы прогнозировать исход и отключать тот самый вентилятор, о котором говорил Алексей Валерьянович. Мы его не имеем, несмотря на то, что, да, накоплен большой материал, есть точка разделения так называемых котов для PCT, для пресепсина, для ряда. Но мы находимся на этапе смены парадигм. Смена парадигм, в первую очередь, доказательной медицины. Вы видели те данные, которые показали? Сто исследований, которые не дали результат. А для чего они нам? А нужна ли вообще доказательная медицина в анестезиологии и реаниматологии, если мы не можем сделать сопоставимые группы? Мы не раз об этом говорили, что перфорация опухоли 80-летнего пациента и аппендикулярный сепсис, это, в принципе, попадает под единые критерии аппендикулярного сепсиса. И эти два больных попадают в это исследование. Но мы прекрасно понимаем, что исходы будут абсолютно разные. Поэтому в чем же смена этих парадигм? Конечно, мы всегда говорим, наверное, антибиотикорезистентность как причина неудачи лечения. Есть ли выход в этом? Обратите внимание, очень важное сообщение ВОЗ, очень важное информационное письмо ВОЗ прогнозно. К 2050 году мы от мультипанрезистентных возбудителей инфекции будем терять больше жителей планеты Земля, нежели от рака. То, о чем мы не задумываемся, хотя есть какие-то письма, есть какие-то достаточно суровые заявления ВОЗ, есть письма премьер-министра Российской Федерации, которые говорят о том, что есть, есть проблема. Но опять в итоге нет никаких государственных программ, есть энтузиазм определенных наших коллег. И мы вчера говорили об облачной АРМ-платформе. Но вот, наверное, и все, что у нас единственный инструмент, который у нас есть сейчас, не по сдерживанию, а хотя бы по мониторингу. Обратите внимание, что нас ждет прогнозно к 2050 году по летальности от инфекции, вызванной резистентными штаммами. И обратите внимание, что, к сожалению, Российская Федерация прогнозна не на лучшем месте. Сто раз говорили об основах эмпирической антибактериальной терапии. Сто раз говорили. Начинаешь аудит любой истории, которая попадает на разбор. Вроде центр компетенции. И вдруг ты видишь, что госпитальную инфекцию лечат комбинацию цифалоспоринов третьего поколения вместе с левофлоксоцином. И поверьте, это не история каких-то единичных центров. И что с этим делать? Ну сколько можно рассказывать про факторы риска, про тяжественное состояние больного, про выбор антибиотиков, эффективность которой доказана для этого локуса, прописана в рекомендациях. Сколько можно говорить о скате, о факторах риска, которые определяют ту или иную стратегию подхода. Что это пациент? 3А, 3Б по скату. Ну, тысяча семинаров было проведено. Даже в тяжелые для нас все два года периоды, когда мы были загружены работой, тем не менее, мы не останавливали эту работу. И продолжали вебинары с Владимиром Витальевичем, и без Владимира Витальевича. Владимир Витальевич сам по себе. И, честно скажу, ничего нового мы не рассказывали. Мы пытались структурировать все то, что есть, и показать те острые углы, на которых мы всегда с вами царапаемся. И делаем мы это достаточно много лет. Сколько уже лет сепсисфорума? Больше 10, понимаете? Больше 10 рутинной работы. Собственно говоря, почему мы сегодня назвали нашу лекцию «Опять сепсис». Да потому что мы опять в сотый раз будем говорить об одном и том же. Будем говорить об эргине, с тем, чтобы показать, что наш подход с вами сделал. Это мы виноваты в том, что вот так скаканула резистентность карбопинемов за 6 лет. Ну потому что в любой непонятной ситуации, лихорадка, лейкоцитоз, больной НВЛ, в реанимации. Давайте максимальную антимикробную терапию. Давайте деэскалацию. Хороший подход? Хороший. Но всегда ли эта деэскалация являлась деэскалацией? Поверьте, нет. Увидели эффект. Никто даже не подумал о том, получив антибиотикограмму. И увидев, что этот микроб, например, чувствителен не карбопинемом, а защищенным цифалоспорином. Кто делает шаг назад? Кто делает эту деэскалацию? Да нет, никто не делает. В результате на коротком этапе пути мы имели эффективность, мы имели успехи лечения пациентов. Но на длинном этапе мы пришли к тому, что мы остались без антимикробных препаратов. Вчера об этом говорил, сегодня буду об этом повторять. Аксиома, если мы не наладим микробиологический мониторинг для конкретного отделения, коль уж мы стали говорить о персонализированной медицине, с моей точки зрения, самый простой подход персонализации антимикробной терапии в конкретном ОРИД, это иметь собственную карту возбудителей и их резистентности. И не просто по отделению, а идеально еще и по локусам. ЦНС, легкие, брюшная полость, мочеводящая система. У нас не так много локусов инфекции, чтобы не разбить и не сделать эту карту. Собственно говоря, опять возвращаемся к СКАД, опять возвращаемся к тому, что неленивые эти данные может найти. Собственно, это данные по стационару, которые отгружены в эту программу антимикробной резистентности облачную, которая нам позволяет посмотреть и спектр микроорганизмов, и примерно увидеть ведущего возбудителя отдельных видов госпитальных инфекций в зависимости от локуса. Но это просто пример карты одного из отделений, что как и чаще мы выявляем. Увидеть соотношение этих микроорганизмов, это данные коммунарка. Увидеть примерную динамику микробного пейзажа в одном из отделений реанимации. Поверьте, это все несложно сделать, если вам хочется этим заниматься. Определить динамику резистентности по всем отделениям, по конкретным отделениям. Конечно, мы не отказываемся абсолютно от персонализированных данных. Больше того, в руках нас сейчас есть быстрая методология детекции. Если не возбудителя, то хотя бы понимание профиля резистентности. Мы можем сейчас быстро делать детекцию, что же за фенотип резистентности. И понять, в течение двух часов, правильно мы начнем стартовую антимикробную терапию или неправильно. Скат, скат, еще раз скат. Простой инструмент, переписанный уже два раза, который реально работает. Только его надо не просто прочитать, его нужно реализовать. Там три шага, по большому счету, которые позволят вам А. Понимать, что происходит в стационаре. Б. Дать инструмент для докторов определение факторов риска инфицирования резистентными штаммами. И соединив ваш локальный мониторинг резистентности с этими факторами риска, для докторов прописать четкие-четкие схемы стартовой антимикробной терапии. Но еще раз подчеркну. Для вашего отделения реанимация, для вашего ЛПУ. Потому что все остальное очень условно и зачастую несет за собой не столько медицина, сколько маркетинга. Но это вот в качестве примера, как разделяются эти пациенты на тип А, Б, 2, 3 и так далее. Но если это не внедряется в конкретных стационарах, то ничего не получится. В завершение. Поддерживающая терапия сепсиса – это история неудач доказательной медицины, о чем мы с вами говорили. И, наверное, самое часто упоминающееся слово во все эти 24 доклада, которые звучат по сепсису на фаре – это гетерогенность, которая нам связывает руки. И, собственно говоря, с поддерживающей терапией, та самая терагностика, только у нас есть единичные инструменты, особенно прикроватные, которые позволяют сказать, что для этого пациента данное вмешательство подойдет или не подойдет, потому что есть тест. Но пока, к сожалению, в медицине критических состояний терагностика – это больше теория и попытка поиска тех самых инструментов, определения конкретного больного и теста под конкретного больного. Ну вот, поддерживающая терапия, что мы прошли, к чему мы пришли с глюкокортикостероидами, вроде как договорились для определенных пациентов. Обратите внимание, высокой степени доказательности нет, и во многом опять мы возвращаемся. Гетерогенность не дает нам зачастую в исследованиях прийти к доказательствам уровня А, 1А. Антитробин-3. Посмотрите, персонализированное решение, не получавших гепарина. Скажите, пожалуйста, много ли у нас пациентов, которых не получают гепарина для профилактики тромбоза глубоких вен? Скорее единичные, скорее пациенты с тромбоцитопениями, хотя у нас тут тоже есть с вами достаточно много молекулярных опций, чтобы назначить профилактику тромбоза глубоких вен не гепаринсодержащими препаратами. Вселен, какую песню с ним прошли, которая закончилась четкими рекомендациями, что это как раз то самое одно из 100 исследований, которые сказали, что не работает. Контроль уровня глюкозы. Много лет об этом говорим, договорились о целевом показателе больше, чем 10,1 ммл на литр с высокой степенью доказательности. Реально контроль гликемии фактически не реализуется. Почему не реализуется? Потому что прекрасно сделанные КСГ не оплачивают стационару шестикратное назначение. И мы постоянно находимся в этих ножницах. Мы постоянно находимся в этих ножницах. С одной стороны, фундаментальные исследования, доказательность. С другой стороны, наши реалии. Наши реалии ресурсные, наши реалии в том числе экономические. Про профилактику тромбоза глубоких вен это как раз то, что, наверное, все-таки стресс, повреждение желудочно-кишечного тракта. И профилактика тромбоза глубоких вен это то, что все-таки отработано в наших отделениях реанимации интенсивной терапии. Зачастую, да, понятно, что мы сталкиваемся с гепарин-индуцированной тромбоцитой пенией. У нас есть свои осложнения, связанные с профилактикой тромбоза. Но это тот аспект, который у нас страдает меньше всего. Ну и про стресс и язву, о чем я говорил. Потому что уровень доказательств достаточно высокий. Но, правда, опять при этом, занимаясь профилактикой стрессовых язв, увеличиваем частоту развития ВАП. И вот в этом, вот бандл, который нам надо развязать. Не связать, а развязать. Вот эти взаимные проблемы сепсиса, которые есть. Концепция РОУСТ, о ней, наверное, говорилось тоже очень много. Но, тем не менее, когда ты оцениваешь карту интенсивной терапии пациента, находящегося в отделении реанимации сепсисом на пятые сутки, ты видишь, все равно у него расписанная на сутки, как мы с вами любим, инфузионную терапию. Вопрос, зачем? И вопрос, который, наверное, мы себе должны задать. Что мы предыдущие 72 часа сделали не так, что у нас пациент продолжает нуждаться в инфузионной терапии? Агрессивная терапия, обратите внимание, 30 мл на килограмм массы тела, это то, за чем нужно следить очень внимательно. Но, обратите внимание, это агрессивная терапия не первых суток, это агрессивная терапия решения проблем гиповолемии. И если вы этим занимаетесь, ваша команда должна быть обучена ультразвуковым методикам оценки диаметра, коллабирования и коллабирования нижней пола и вены. В такой ситуации, наверное, этот подход имеет право на жизнь. Во всех других ситуациях это потом пациент с гиперволемией, потом пациент с ультрафильтрацией. И об этом тоже мы должны помнить. Возопрессованная терапия. Помним норадреналин, помним, что если норадреналин не работает, это адреналин комбинация. Есть обновления 2021 года, они появились, они не столько существенны, они доступны в всех общественных каналах, мы их выкладывали неоднократно. У нас появились определенные изменения в управлении жидкости, у нас появились определенные изменения в подходе и поддержке респираторной терапии. Мы больше и больше пользуемся формулой так называемого драйвинг прэша. И, собственно, на канале доктора Зуева вы эти переведенные хорошо рекомендации в Телеграме можете подчеркнуть. Поэтому я, собственно говоря, скриншоты и сделал, чтобы популяризировать хорошо и качественно выполненную работу нашего коллеги. К чему мы приходим? К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что не надо лечить пациента с эпизом слишком интенсивно. Не надо его заливать, надо думать о санации очага инфекции и грамотной антимикробной терапии. И здесь еще раз говорю, нет какой-то рекомендации. Эти рекомендации вы должны разработать и внедрить в ваших стационарах самостоятельно. Принцип из лекции учителя, действительно, большинство своих лекций по эпизу он заканчивал этим слайдом. Для коллег молодых, которые не застали эти лекции, я могу рассказать ту историю, которую он сопровождал. Рассказывать или все знают? Рассказывать, рассказывать. Все очень просто. Когда Мерлин Монро собиралась на свидание, она подходила к зеркалу и смотрела на себя, чтобы еще снять, чтобы выглядеть достаточно привлекательной, но не вульгарной. Также мы должны с вами подходить к арте интенсивной терапии, чтобы уйти от полипрагмазии. Когда мы смотрим на карту, мы должны посмотреть, что же мы можем отменить. Зачем туда добавился какой-то непонятный препарат? Зачем нам Мексидол? Ну и так далее. В этом принцип, чтобы еще снять. Оставить те препараты, которые нам понятны, эффективность которых для этого пациента будет достаточной. Ну вот завершение. Я надеюсь, что мы к концу года завершим все работы и отправим на обсуждение на сайт ФАРа рекомендации по септическому шоку и закончим этот полуторагодовалый процесс, который затянулся в силу тех причин, которые я попытался вам объяснить. Спасибо большое за внимание.